Сознание Кришны 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 работников сам кто-то тебя будет упрекать в глаза или за глаза но если ты научишься терпеть упреки преданных там например виджай роман будет три года нужно было назад построить перила и он дал задачу маханчору построить их прямо сейчас маханчор поскрепил поскрепил сварочным аппаратом видите уже перила почти выросли да и в джай роман сказал команды адмирала никто не может отменить и действительно мы нам нужно было сделать эти перила и маханчору пришлось может выслушать много упреков но бактин такур говорит те кто меня хвалят это мои враги на самом деле мои настоящие друзья те кто меня ругают сакра сказал афиняне когда вы меня казните у вас будет одна проблема вас никто не будет упрекать а это значит вы потеряете ощущение реальности и вот когда мы говорим о том что такое духовная жизнь духовная жизнь это находиться в реальности потому что мы привыкли с вами впадать в иллюзию мы привыкли считать себя лучше чем мы есть на самом деле то других хуже чем они есть на самом деле мы привыкли ставить себе сами оценки что ни в одной школе не делают а в школе же учитель не говорит там так ребята возьмите свои тетрадки проверьте свои диктанты поставьте себе оценки ну вот я помню как-то у меня был такой момент на одном диктанте я думаю ну наверно там ну точно тройку точно будет я получил колл с минусом 46 ошибок ну вот такой жирный такой прямо такая учительница и я понял что она могла быть более снисходительными но когда так сказать я гордо и сказал типа на тройку надеюсь на тянет рассказала на колл с минусом потом подумал что я бы поставил тебе ноль с минусом ноль это слишком нейтральное отношение колл с минусом вот это оскорбительно я понял что до такой степени я знаю прекрасный русский язык что по крайней мере я первый единица то есть понятно больное сознание она все равно будет искать ну как бы мотивацию саму мотивацию поэтому бхагавадгита книгу которую мы изучаем как вайшнавская библия да почему бхагавадгита сама по себе бхагавадгита она раскрывает только принципы духовной жизни более глубоко принципы раскрыты в вайшнавских писаниях там в чистой форме как бы комментарии на комментарии читание чайтам это читание бхагавад шиман бхагаватом но в бхагавадгите мы увидим основу принципов духовной жизни и можно там дверь закрыть но там дверь наверное в этом самом так вот основа духовной жизни она построена на исполнении долга и это не вопрос что я напоминаю об этом вам это вопрос о том что кришна призывает нас в писаниях помнить об этом постоянно потому что как сказал бишма на поле битвы курукшетра и в хишкири он сказал прекрасный шлок он сказал долг никому не должен часто люди говорят вот я прожил столько-то в храме прошел столько-то и ничего не заработал ему говорят долг ник ничего никому не должен ты отдал свою энергию господа если думаю что так легко отдать свою энергию господа что вспомни историю шилы шидхара махаража когда он проповедовал по южной индии он встретился с великим профессором богословом и рашидхар махараж давал лекцию профессор был в восторге от его заключение знаний священных писаний в конечном итоге профессор богослов знал очень много цитаты сказать они нашли общий язык и и шидхар махараж искренне сказал ему вы такой пожилой человек вы столь глубоко изучили за свою жизнь санскрит вы знаете священные писания скажите а почему вам не следовать наставлениям кришны и предаться и профессор сказал нет нет сынок не думаю что так легко не думаю что так легко знать санскрит знать священные писания и при этом предаться он сказал чтобы кришна принял тебя чтобы ты предался нужно еще чтобы кришна этого захотел поэтому профессор показал что если даром хорошо что ты никогда не односторонняя связь всегда связь приходит свыше и она приходит не тогда когда нам этого хочется так ну кришна давай быстренько нет принцип будет другой господь он явится это когда когда он пожелает и шамад бхагаватам в других священных писаниях в истории великих святых мы увидим что порой они потратили целую жизнь а может быть даже не одну что получить даршин господа то есть это не то что мы говорим у я каждый день хожу на даршин господа тут какой-то там джада барата потратил три жизни че же мне не позвонил то я был отвел в авто поэтому нам очень трудно понять что такое даршин господа потому что наши учителя сказали что мы приходим сюда не увидеть господа хотя он прекрасно одет великолепно выглядит да мы заботимся о нем но мы должны задать себе вопрос критический вопрос каковы наши глаза каково наше восприятие до какой степени мы обладаем способностью увидеть безграничное мы скажем да архитектура красивая наряды прекрасные но увидеть безграничное своей трансцендентной форме еще недостаточно потому что что шелдер с вами хорошо сказал замечательную вещь он сказал что глаза имеют ценность в соответствии со светом если бы не было света глаза были бы не нужны удивительная вещь на в океане на глубине две-три тысячи метров вы найдете рыб без глаз и любой дарвинист вам скажет а там не нужны глаза для выживания глаза нужны только когда и свет поэтому способность восприятия божественного это не односторонняя связь да мы приходим чтобы господь нас увидел и господь являет нам свой даршин это не он бросается в милости взгляд он всегда смотрит удивительно иногда я думаю все эти прекрасные корабли плывут мимо кстати да господь он как маяк находится здесь и все кто попадает в петербург этих кораблях они проплывают мимо господа мимо храма и господь им как как такой маяк луч маяка он бросает даршин бросает свой взгляд и ничто не может устоять перед его взглядом но сколь удальше бы те души которые пришли к нему чтобы предложить ему воду цветы свое сердце несколько другая ситуация ну вот и поэтому здесь в этом храме мы проводим войшнавский фестиваль чтобы обрести милость господа да мы все нуждаемся в милости поэтому блаженны нищие духом до текста нищие это кто нищие тот и нуждается тот вы думаете все хорошо вы читали я читал а это тоже читал такой человек не может быть и истинным страждущим потому что для того чтобы отведать вкусное блюдо необходим здоровый голод здоровый голод это условия того что вкусное станет вкусным иногда когда мы пропастились да там и кадыши целый день корка хлеба ощущается совершенно по-другому если же мы присыщены так сказать своей самости то мы не сможем ощутить никаких духовных истин поэтому наверное даже те люди которые сюда приехали из регионов из других центров где нет возможности посещать такой храм они принесли с собой еще больше энтузиазма это очень ценное потому что мы смотрим через их через новые глаза мы уже привыкли что храм это наш храм но на самом деле мы помним когда не было этого храма мы мечтали об этом сейчас может мы привыкли немножко уже так разожрались стали такими трансцендентными но когда-то мы не были такими трансцендентами да когда-то мы мечтали что у нас должен быть свой храм мы у нас не было такой идеи что мы можем сидеть где-то петь слушать что мы сами станем там проповедниками махараджами для нас приезд гурудева был невероятным событием в жизни потому что мы понимаем что гурудев что-то высшее едет к нам и поэтому для тех кто сейчас находится на этой стадии такого энтузиазма это очень ценная стадия на самом деле и мы не можем злоупотребить этими чувствами потому что все в этом мире приедается мы склонны низводить все на свой собственный уровень наша склонность а мы склонны привести сознание кришны к такому чисто украинскому вопросу а шо мне за это будут вот это шо шо я с этого поимея ну вот игру не в укор нашим братьям а такое шо то шо мне за это будет обычная ситуация если вы мне что-то предлагаете но когда мы говорим тебе будет за это то что ты даже не сможешь оценить нету категории нету категории способности оценить сознание кришна если бы мы могли с вами оценить мы говорим да там бессмертие красоту там вечные отношения с высшим началом невозможно оценить у нас нет нету никакой рулетки нашего ума не хватит мать ешода она пыталась связать кришну веревкой и всем не хватало два пальца но это мать ешода по крайней мере у ней была возможность испытать счастье взаимоотношения с господом мы же пока находимся на очень удаленном расстоянии от идеи самой как таковой пока что мы находимся в неком сомнении мы говорим еще нас еще в принципе в мире смерти на этом тонущем корабле титаник в моей комнате там лежит что-то очень красиво или вкусная тарелка мой чай еще не остыл вернуться ли мне в на титане как бы он уже тонет как шилагавина махарадж однажды прекрасно процветил историю махабхараты махараджи их и шхира когда якша задал и решили вопрос каково главное чудо и один предный мне сказал у нас в абхазии очень хорошо проповедовать на похоронах почему то что все живут абхаза раз кто-то кряпнул а там рот 2000 человек все собрались и все заплакали а ты можешь за этим вопросом вы что думали что дедушка будет жить вечно он горит там живет высоко в горах дышит свежим воздухом кушает улью при всем при этом посмотрите и вот тогда они слушают но это называется так называемая я забыл как это на санскрите называется то есть временное просветление почему временное просветление а это потерял деньги а ты почувствуешь ценность когда ты потерял кого-то близкого к тебе пришло временное просветление и пока ты находишься под этим временным просветления, а это, как правило, бывает в силу ситуации от одного дня до от пяти минут в зависимости от того, кого мы потеряли. Потерять бабушку, дедушку – это великая утрата. Потерять сына или дочь, или мужа, или какого-то близкого, любимого человека – это горе. Но Шмадбагаватам он построен о том, что время от времени драматические человек ставит такую ситуацию, когда каждый говорит, что я должен буду с этим соприкоснуться в своей жизни. И не только, что я потеряю кого-то, и я буду плакать. То есть придет какой-то момент в жизни, когда я потеряю свое собственное тело. И все, что я обрел в связи с этим телом – паспорт, кредитные карточки, имущество, друзей и близких – все это уйдет. Ничего не будет. Мы абсолютно не помним, кем мы были в прошлых жизнях. Есть основания предполагать, что муж был женой, жена была мужем. Нет оснований предполагать, что тот, кто был царем, родился слугой своего слуги. Карма – такая вещь. Если мы будем смотреть Священное Писание, тот, над кем ты смеешься, ты рождаешься зависимым от него. Великие астрологи рождаются слепыми, великие доктора больными. Потому что ошибки неизбежны, оскорбления тоже неизбежны. Поэтому ведическая антология, она говорит, вы склонны копаться, почему с хорошими людьми происходят плохие вещи. Вы склонны в этом копаться. Но помните о том, что на протяжении сотен тысяч жизней, в каждой жизни мы что-то совершали. Поэтому, если мы будем читать Махабхара, то они были в Асу, потом были проклятые, потом должны были родиться, потом умереть, потом тебя убьет этот, убьет тот. Показан спектр жизни великих личностей. И в спектре жизни великих личностей мы можем увидеть, что а, великие, за что прокляты были великие, как великие упали. Понимаете, да? Драматургия, основная задача, они состоят в том, что те, кто не достигли великого положения, они не падают. Именно Индра, Брама и Шива время от времени попадают в странные ситуации. Глупо думать, что мы с вами не попадем в странные ситуации. То есть у Шивы кто-то мне подошел, человек говорит, вы знаете, у меня проблемы с моим телом, с моей природой, женской, с моим вожделением. Я хотел бы сказать, вы знаете, у Господа Брама были те же самые проблемы. Как? Он же изначальный гуру нашей самопродави. Каждый человек, находясь в этом мире, он склонен соприкоснуться с негативом этого мира. Это мир материи. Мы не невинные девушки, которые попали в мир материи. Мы рецидивисты. Закренелые рецидивисты. Из жизни в жизнь стяжающие свои наслаждения, продолжающие наслаждаться. То есть, если мы честно проанализируем глубину нашего сердца, мы увидим, что особо, в принципе, планы наслаждений мы не оставили, мы чуть-чуть, может, это отодвинули. Поэтому люди говорят, а если я инициацию получу, можно будет вот это? Как у братьев Карамазовых. Вопрос священника. Он говорит, понимаете, мы оставили людям возможность греха. Джайя, шелбакте. Союз был самим, храджики. Джайя.